Всем огромный привет, дорогие мои любимые зрители! Сегодня у нас будет видео о шопинге в Хельсинки. И я надеюсь, что все тренды нового наступающего осенне-зимнего сезона мы с вами проанализируем. Сначала ботинки Dr. Martens. Знаете, я когда их увидела, они как вкусные конфетки, как какие-то просто леденцы. Очень красивые, бордовые, черные, как будто это такая, знаете, масляная полулаковая кожа. Очень здорово выглядит. Вот видите, я даже на паузу поставила. И такие серебряные с глиттерным сияющим эффектом. Вот снова пауза. И сейчас будут золотые. Знаете, у нас я таких не видела. Вот. Представляете, золотые Dr. Martens. Даже слов нет, чтобы описать тот восторг, который ты испытываешь, глядя на это произведение искусства. Dr. Martens рулят. Есть и рыженькие, и классические черные, и белые. И вот, кстати, пользуются большим спросом, их выбирают. Это витрина манекены Карла Лагерфельда. Это его, так сказать, демократическая линия. Видите, вот брюки. Сверху они серебряные, и постепенно, как деграде, переходят в черные. Пепельно-розовый. Очень красиво сочетается. Видите, на сумке даже написано, Карла. Вот снова видно, что черные брюки переходят в серебряные, или серебряные в черные. Это стенд сумок C by Chloe. Очень необычные, красивые, я бы сказала, прикольные такие ручки удлиненные. Безусловно, они станут украшением любого зимнего образа. Ну, сумки небольшие, не очень функциональные. Вот, правда, рюкзачок чуть побольше, но повыпендриваться можно. Вот название бренда, видите, C by Chloe. Очень много заклепок всевозможных, причем стали даже они такие большие. Это Vagabond, шведский бренд, очень популярный в Финляндии. И вот такой вот синий металлик, у меня такая сумка есть, черный лак. И, внимание, вот эти просто разбили мое сердце. Я очень хотела их купить, но после того, как я примерила 38 и 39 размер, я поняла, что, в общем-то, они как-то не очень удобно сидят. Это витрина Marimeka. Вот такие сумки, платья. Ну, а Marimeka мы поговорим отдельно в другом видео. Это сумки, которым я давно присматривалась и, можно сказать, пускаю слюнки. Это Марк Джакобсон, мой любимый американский дизайнер. По цене, скажем так, вот металлизированная синяя была. У него очень красивые, стильные такие ремни с брендированием. Видите, везде написано, что это Марк Джакобсон, не перепутаешь. Но останавливает, опять же, вот эта мелкость и бестолковость сумок. Я заметила, что вот жесткие сумки как-то постепенно, они уже как-то надоели. И снова приходят такие вот, такого рустикального вида из мягкой кожи, которую вот сразу видно, что это натуральная кожа. С такими очень красивыми заклепками, как бы под старину. Знаете, как вот старые, старинные сундуки. Вот 380 евро стоила та черная сумка. Ну, все они примерно вот в таком диапазоне 400, 500, 600 в зависимости от размера. Посмотрите, какое мелкое плетение кожи, да, вот просто вот необыкновенное. И эта сумка уже 510 стоит евро. Ну, вот она, как бы, я считаю, стоит своих денег. И вот обратите внимание, что они имеют уже как бы поношенный вид, такой, знаете, бывалый. Очень красивая сумка, украшенная вот такими, можно сказать, стразами. Так, я забыла, это кочь, кажется. Да, 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 видите, 500 евро стоит эта коллекция. И, да, вот эта сумка моей мечты, она просто необыкновенно красивая, бордовая, вся в заклепках. И у нее очень красивая фурнитура, такого, знаете, матового какого-то золота. Очень благородного, очень дорого эта сумка выглядит. И стоит она, так, сколько, сколько? Это я уже не ее смотрю, это уже 300 с чем-то. Ну, в общем, та сумка стоила 700 или 700 с чем-то евро. Потому что я реально вот, ну, как бы ее рассматривала для покупки. Но цена, конечно, меня остановила. Вот эта небольшая сумка, но очень оригинального такого дизайна. Звезды, звезда. И эта звезда заполнена вот всевозможными декоративными металлическими элементами. Вот такая красная веселая сумочка Фурла из новой коллекции. И вот тоже, тоже коуч с заклепочками из старой бронзы. Это шоперы, шоперы бронзовые, темно-синие. Здесь вот я как-то неправильно перевернула телефон. И смотрим обувь. Очень много такой вот лакированной, зимней, утепленной, осенней, черной и красной лак. Это чисто финская тема. Как вы помните, Total Black рулит в Финляндии. И они любят добавить чего-то красненького. Вот это как раз тот самый случай. Высокие каблуки со шнуровкой имеют место быть. Но в реальности, обратите внимание, в них никто практически не ходит. Мы находимся в универмаге Стокман. И сейчас нам попадается вот такая вот чудесная шубка. Честно говоря, я ее сняла, но забыла посмотреть, она натуральная или искусственная. Сейчас, знаете, очень трудно бывает, ну очень трудно определить, какая она. И у нее очень красивый такой серебристый серый оттенок. Это классическое Acne Studio. Это шведский такой бренд. Очень дорогая одежда, очень качественная. Это их куртка летчика. Ну или другими словами, косуха дубленка. Розовый джемпер. Ну в общем, знаете, все достаточно дорого в Acne Studio. По мне так можно пропустить. Хотя, если есть деньги, то да, качественные. Я посмотрела серьги деревянные. Тоже типично финская тема. И вот сейчас мы с вами находимся тоже в шведском магазине Gina Tricot. И здесь всегда очень такие модные вещи по очень демократичным ценам. Много вельвета. Причем такого, знаете, в широкий рубчик, как вот этого. Грязно-голубого цвета. Встречается достаточно много. Вот видите, шубка из чебурашки. Так, какая там цена? 59, что ли. Я уже пересматриваю, так же, как и вы, в видео. И комментирую. Посмотрим образ. Кепочка очень по-скандинавски. Плечико торчит. Этого платья рубашки. Дальше свитер большой. И вот видите, платье рубашка такое. С джинсами и с лакированными ботильонами. Это бюджетный магазин Gina Tricot. Но здесь очень много продается именно модных стильных вещей в скандинавском стиле. Я заметила, что вот такие широкие брюки в полоску, это прямо тренд и must-have. Полоска может быть разной, но брюки широкие. Они такие, ну, типа джерси такого тонкого. Струятся и уже народ в них вовсю ходит. Вот видите, цена всего лишь 25 евро без одного цента. Gina Tricot. Вот название этой марки. И эти магазины очень популярны и распространены. В Хельсинки их несколько. Вот я в этом же магазине примеряю такой голубой воротничок. Ну, я его не купила, потому что у меня есть уже несколько. И, в принципе, не то, чтобы я их очень много носила. А вот видите тоже эти полосатые штаны. Это мы уже, мне кажется, в другом магазине находимся. Забыла уже в каком. Но как тренд это заметно, что существует. Платье в горошек во многих магазинах тоже есть. И вот чисто скандинавская такая тема. Знаете, все просто-просто лаконично. И вдруг раз пижамный такой костюм. Очень яркий, выразительный, красивый. И это считается как зимняя одежда. А здесь же я решила посмотреть вот этот необычный очень сочетание цветов. Видите, да, зеленый, нежно-сливочно-желтый. Такая роза. И все это в одном палантине. Вот еще одно платье тоже пестренькое в цветочек. Тоже любят очень в скандинавских странах такие. Это имеет такие осенние цвета, тона. Но, конечно же, это полиэстер. Я посмотрела его, но поняла, что без него точно могу прожить. Хотя оно очень симпатичное. Огромное количество цветных шуб, чебурашек, всех мастей. Видите, вот это линдекс. Тоже шведский магазин. И здесь вот курточка из цветного меха. Такая недлинная, но очень симпатичная. Леопардовых вещей достаточно много. И вот они представлены в таком осенне-зимнем варианте. Видите, сочетание холодного синего с теплым леопардом. А это я зашла в магазин Алексе 13. И здесь обнаружила большое количество нежно-розовых рюкзавчиков и сумок. Вот, внимание, мы снова заходим. Кажется, это вера мода. Ботинки, джинсы, причем широкие. И платье. Обратите внимание, что платья носятся с брюками, джинсами совершенно разными. Не только узкими, но и вот такими широкими, укороченными. Это рассматривается как дополнительный слой. Подъюбочник такой, можно сказать. Да, кстати, там вот были такие узенькие брючки с кружавчиками и строгое в клеточку пальто. Вот, видите, в жизни я сняла тоже такие брючки в цветочек. Потому что Total Black все строго-строго раз. И либо красное, либо желтое, либо в цветочек. Ну, как-то так выглядит нынче шопинг в Хельсинки. И вот такой вот у них есть специфический магазин. Ну, собственно, у них их много таких, где можно приодеться очень странновато. Со всякими ремнями, заклепками, сагомазоэлементами. Вот, шляпы, черепа, пояса, ремни, жабо, леопард. Видите, ремни такие, типа сбруи. Ну, в общем, специфическая такая мода, и вы не поверите, но в Хельсинки это очень-очень популярно. Так что, как-то вот так. Ну, и я примерила шапочку в Чебурашке. Сейчас вы увидите эту фотографию. Я, собственно, и видео начинала. Я ее не купила. Но я считаю, что это классно. Напишите, как вам это видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!